Ученик 9 класса Егор Денисов использует принтер-робот для создания уникальных моделей из пластика. С помощью программ робот может под управлением Егора воплотить в реальность любой замысел мастера. Отсюда подается пластик и при подключении к электричеству можно программировать программу и сделать любую вещь. Например, игрушку какую-нибудь. Для меня это чисто как саморазвитие, чтобы увеличить свои навыки, чтобы собирать новых роботов или просто как инженером. Технологической лабораторией занимается и Иван Сахно. Он учится в 6 классе. Мальчик признается, что с малых лет был увлечен конструированием. С начала учебного года постоянно занимается в точке роста робототехникой. Сегодня запускает в работу своего робота, которого назвал Клик. Это робот Клик. Он имеет свойство ездить, передвигаться, слышать, имеет свойство разговаривать. Одним из массовых и наиболее доступных направлений в точке роста является робототехника. Обучать детей программированию и сборке роботов начали еще до открытия центра. Поэтому успехов именно в этом направлении больше, чем в остальных. Дети очень заинтересовались. И для меня было открытие, что дети самостоятельно и быстрее меня начинают разбираться в инструкциях, шагах сборки роботов. И это им интересно. И действительно, точка роста стала точкой того, чтобы дети заинтересовались и роботами, и исследованием, и робототехникой. Химические исследования, опыты, эксперименты ребята вместе с учителями проводят в химико-биологической лаборатории. В данной лаборатории ребята осваивают современные методы изучения биологических объектов. учатся описывать и применять на практике взаимосвязь между естественными науками, оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды. У меня это просто интересно. Эта лаборатория, это великолепная возможность, собственно, этот интерес воплотить. Здесь обилие реактивов, можно проводить много реакций. В целом, это очень интересно для меня. На таких нескучных уроках дети и учителя осваивают новый формат образовательной и внеурочной деятельности. Инна Бугрова, Данил Герцович из Белоярского. Специально для телеканала «Югра». Спасибо.